Не отвлекающая профессия Притча в изложении Оша Кабир всю свою жизнь оставался ткачом. Его учениками были даже цари, и они говорили ему «Нам стыдно, что ты в таком преклонном возрасте продолжаешь ткать, а потом идешь на рынок продавать эту одежду. Мы дадим тебе все, что ты пожелаешь. Тебе не нужно будет работать». Кабир отвечал «Дело не в этом. Я хочу, чтобы будущее человечество знало, что ткач может быть просветленным и даже в состоянии просветления продолжать ткать. Обычная профессия ткача не отвлекает от просветления. Наоборот, его занятие становится его молитвой. Все, что он делает, становится выражением его благодарности существованию. Он не обременяет эту землю собой. Он делает то, что может делать. Я не могу быть скульптором. Я не могу быть великим художником. Но я могу точно сказать, что никто не может ткать так, как я. Я тку с молитвой и благодарностью в каждом вздохе. И одежда, которую я делаю, служит не только для продажи. Она предназначена, чтобы служить Богу, служить существованию. И я делаю это так, как умею, лучше всего. Индейское слово для обозначения Бога – Рам. Кабир обращался к каждому покупателю, который заходил в его магазин, этим словом – Рам. Он говорил – Рам, я соткал это для тебя. Береги эту вещь. Это необычная одежда. Каждая ниточка в ней наполнена моей благодарностью, моей любовью, моим состраданием, моей молитвой. Уважительно обращайся с ней. Субтитры создавал DimaTorzok